Понимаете, вот это вещество. Обычная резинка. Привет, дорогие друзья! Сегодня мы рассмотрим такую тему, как глютен. Давайте начнем с того, что я покажу, как он примерно выглядит. Чем же он опасен и стоит ли его употреблять или нет. Для этого я купил обычную пшеницу. Вот зерно обычной пшеницы. И для того, чтобы показать нам примерно, я не говорю, что это какой-то точный способ выработки глютена, но примерно, чтобы имели представление об глютене. Вот зерно. И чтобы нам его получить из него глютен, нам нужно его просто как следует разжевать. Так, давайте я... Начну это зерно жевать. Так, очень важный момент. Нужно зерно жевать и при этом его не глотать. Наверное, сначала стоит его немножко вымочить все-таки. Потому что я боюсь за свои зубы. Давайте я его сначала вымочу. Полчасика, часика, потом... Эксперимент продолжим. Итак, прошел уже у нас час. Так, продолжаем наш эксперимент. Итак, начинаем жевать пшеницу, не глотая ее. Так, я сейчас выплюну это содержимое, поэтому, пожалуйста, если вдруг вы что-то едите, то пока это уберите. То есть, помните, да, я взял всего лишь... Чтобы пережевать, всего лишь... Ну, примерно где-то вот столько вот... Вот такое количество зерна. Сейчас вы увидите, какое количество клейковины с этого получилось. И остается буквально одна клейковина. по консистенции это обычная жвачка. Обычная жвачка. Давайте посмотрим, что получилось. Вот такая штука. Вот, смотрите. Вот, вот что получилось. Буквально пол ложки зерна. Вот вам эта клейковина. Вот вам этот глютен, да, ненавистный, который мы с вами получаем в пищу каждый раз, когда едим хлеб, когда едим. Вот она. Вот эта клейковина, видите? Обычная жвачка, да? А теперь представьте. Это всего лишь пол ложки зерна. Ежедневно каждый из вас ест очень-очень много булочных изделий, да? С этих пирожен, которые содержат в своем составе муку. То есть, человек получает громадное количество вот такой вот штуки. Я думаю, это все равно, чтобы, если вы каждый день, не знаю, просто глотали несколько жвачек. То есть, вы их жуете, не выплевываете, а просто глотаете. Представьте, что будет с вашим кишечником. Эта штука, она забивает, забивает кишечник и ворсистая поверхность кишечника, которая создана организмом, да? Для того, чтобы впитывать полезные вещества. Она просто забивается этой клейковиной. Забивается и со временем просто отмирает. Делайте выводы, решайте сами. Есть вам хлеб? Есть вам мучное? И сколько вам его есть? Спасибо. С вами был Алексей Смолеков. До новых встреч. Лучная ременька. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова